Добрый день, дорогие братья и сестры! Продолжаем с вами 5 главу читать 1 Фессилу Луникийцам. И хочу прочитать сегодня 1 стих, 11, 5 глава, 11 стих. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». «Посему» — «почему»? На основании того, что было сказано до этого. В 9 стихе тоже такая связка употребляется. «Посему» — «потому что Бога прилил нас не на гнев». И дальше 10 стих. И снова «посему». «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого». То есть «посему» — «потому что» — «по причине того, что было сказано выше». Что сказано выше? То есть Павел, в общем-то, сам назидает и утешает вот этих вот веслоникицев. Убеждает их трезвиться, бодрствовать, облечься в броню веры, любви, в шлем спасения, в шлем надежды спасения. Вот, порадоваться, что Бог нас определил не на гнев, но к получению спасения. Вот, и 11 стих. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Вот слово здесь вот «увещевание» употребляется, оно на самом деле означает «утешение». Ну вот, в оригинале. Вот, то есть, ну или ободрение. Не утешение плачущего, но ободрение того, кто вялый. Вот, так скажем, вот, когда, ну мы понимаем, да, например, какой-нибудь поход или какое-нибудь ответственное мероприятие, вот, и вдруг в это дело приходит, ну в этом деле появляется какой-то человек, который не очень бодрый. Плохо себя почувствовал или не выспался сонно, или просто у него апатия или там огорчение какое-нибудь, и он не может ничего делать. И вот в этот момент его важно маленечко потрясти, вот, взять, что называется, за грудки, ободрить маленечко, вот, водичкой холодной плеснуть. Начало. Ну я шучу, конечно же. То есть, «посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». То есть, Павел призывает ободрять друг друга, вот, то есть, как это выглядит, не знаю, у каждого свое ободрение, у каждого свойсти, вот, кто-то, может быть, там, за плечо потрепляет, сказать, «Для чего, братишка, давай, там, держись, ободрись», и так далее. Вот, кто-то там, какие-то свои, у женщин свои методы, у них там все мягко, все очень нежно. Вот, ну, неважно, то есть, смысл в том, чтобы мы увещевали друг друга, увещевали. И вот здесь вот очень важный момент, чтобы мы это делали друг для друга. С одной стороны, Божье Слово на самом деле есть для нас и утешение, и ободрение, да, и аминь, Дух Святой с нами. И производит эту работу. С другой стороны, мы видим, что Павел говорит друг друга, то есть, чтобы мы не сосредотачивались на себе, но ободряли друг друга. И ободряя другого, я думаю, что мы и сами будем ободрены, потому что, во-первых, мы и сами поймем, еще лучше поймем, как важно ободрять, как важно, ну, естественно, делать для другого. Что, как делать для другого, мы на самом деле ищем аргументы и убеждаем тем самым самих себя, что вот еще и поэтому не стоит быть вялым, еще и вот поэтому стоит ободриться, ну, и так далее. Вот, то есть, во-первых, мы сами себя лучше ободряем, если мы увещеваем другого. С другой стороны, опять-таки, это избавляет нас, ну, вернее, во-вторых, это опять избавляет нас от какого-то нездорового сосредоточения на самих себе. Потому что, опять-таки, вот, ну, слишком легко, слишком легко сосредоточиться на себе, вот, постоянно себя пытаться утешать, ободрять, там, ну, короче говоря, все о себе. Все о себе. И, с одной стороны, да, мы нуждаемся, но, как я уже сказал, важно это делать другому, потому что так мы будем лучшим образом поддержаны, ободрены сами. И, тем самым, мы еще несколько вещей классных сделаем, если я имею в виду, будем делать это для другого. Тем самым, мы послужим Господу, вот, исполним его вот это вот назидание, его увещевание в наш адрес, чтобы мы служили друг другу. Это раз, ну, то есть, послушаемся Господа. Вот, тем самым, и когда мы слушаемся Господа, когда мы делаем то, что Он велит, это, на самом деле, наполнит нас самих, это наполнит нас Духом Святым, это и, как это будет пищей для нас, как вот мы на домашке рассуждали. Помните, Иисус сказал, что творить волю пославшего Меня Отца, вот, вот Моя пища. Ну, я, естественно, своими словами передаю. Это Иисус сказал, когда Он беседовал с женщиной у колодца, и ученики тогда отлучились, принесли Ему пищу потом. Вот, он был уставший, он был голодный и так далее, вот, поэтому ученики пошли за едой. Но, когда они пришли, он не сразу стал есть, стал, вроде как, как будто бы даже отказываться, вот, и он сказал, да у меня есть пища. Они такие, как, неужели тебе кто-то принес там поесть, пока мы тут бегали, ничего не понимаю. То есть, он говорит, да творить волю Отца, есть Моя пища. Вот, то есть, он, как бы, на этом примере хотел объяснить, что, когда мы исполняем волю Божьей, когда мы делаем так, как Бог хочет, это, на самом деле, насыщает нас ничуть не хуже, а во многом даже и лучше, чем физическая еда. Поймите меня правильно, я тоже люблю поесть и вообще не люблю быть голодным. Вот, это для меня какое-то, часто для меня это кажется каким-то лишним, лишним мучением, совершенно ненужным. Ну, тоже я практикую посты там и так далее, но и тем не менее, тем не менее, тоже говорю, что духовная пища гораздо важнее, чем физическая. Вот, то есть, как здесь написано, увещевайте друг друга. А вторая часть, назидайте один другого, как вы и делаете. Назидать, это такое старое славянское слово, старое русское, пожалуй, оно уже выходит из употребления, может быть, даже совсем вышло, ну, как, собственно, и многие слова. Это означает строить, надстраивать. Назидать, это означает надстраивать. Вот, а это уже означает, ну, здесь, естественно, больше к вере относится. Когда, ну, очень часто встречается сочетание, то есть, назидайте в вере, назидание в вере и так далее. То есть, имеется в виду, что мы сознательно надстраиваем веру другого человека. Здесь уже, конечно же, такой есть и пастырский аспект, и служительский аспект. Вот, что мы, ну, как служитель, должен видеть человека, должен понимать, что ему не хватает в вере, и должен это дело добавить, надстроить, да, вложить еще вот в эту стену, или в этот, там, простенок, еще пару кирпичиков, чтобы вера человека строилась, 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 то есть, чтобы этот процесс шел. С другой стороны, это относится, естественно, не только к служителям, потому что, вот, обратите внимание, это послание обращено ко всем писалоникийцам. Вот, в самом начале, в месте, где Павел адресует послание, он говорит, он пишет, Павел Силуан и Тимофей церкви фессалоникийца, фессалоникской, он пишет, церкви, это самый первый стих, церкви фессалоникской, он не пишет пресвитерам церкви, там, служителям церкви, пастору церкви и так далее, он пишет всем, и, обращаясь ко всем, он говорит, назидайте один другого, как вы и делаете, то есть, надстраивайте веру один другого. И, поскольку мы помним с вами, что вера – это ослышание, и никак иначе не может быть, то, да, ослышание от Слова Божьего, то мы понимаем, что вот это вот надстраивание, назидание, производится именно Божьим Словом, что мы не можем человека подбодрить или, там, назидать чем-то иным, да? А вот я слышал, один мужик сказал, да? А вот я слышал, а вот в одном фильме я увидел, что там то и то. Ну, это, конечно, да, там все такое, это как, тоже как умные мысли, которые бывают, нам встречаются везде там и так далее, то есть, и, может быть, даже наши какие-то там представления о чем-то там могут, в принципе, помочь. Но, в целом, основная идея в том, чтобы все-таки назидание производилось Божьим Словом. И не то, чтобы оно там, основная идея, то есть, это и есть, так и должно быть. И по-другому не может надстраиваться вера. Вот, поэтому, дорогие братья и сестры, давайте не будем стесняться говорить Божье Слово друг другу, говорить о том, что, брат, вот у меня есть Слово для тебя, вот, вот там, так и так, ну, только не пугайте друг друга за меня. Пусть это Слово будет добрым, в любви, в, ну, нормально, чтобы не было никакого огорчения. И чего-то не Божьего, чего-то, ну, чтобы не любовь никакая не происходила, а только любовь и добрые назидания. Засим все. Отец наш Небесный, научи нас, пожалуйста, так служить друг другу, так обращать внимание на нужды других людей и увещевать, назидать других, один другого, не думать, что мы недостойны или ничего не знаем, мы слабы. Но если ты говоришь нам, если ты что-то делаешь в нашей жизни, научи нас делиться этим с другими, служить другим, Господь, научи нас назидаться самим и назидать ближнего. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Аминь.